добрый вечер дорогие друзья снова среда я чуть не уронил торшер и сегодня значит вы увидите новую серию про мой шери вен скажу сразу неделя была не особо там насыщенный но на этой неделе произошло важное событие на этой неделе мы ездили смотреть донора не скажу что я самого нашел нашли его вы благодаря моим дорогим любимым подписчикам удалось таки найти хорошего донора и вы все кидали ссылку меня в инстаграм что очень приятно кстати ссылка на инстаграм есть в описании подрат если вы подпишетесь и мы поехали его смотреть с ребятами из big boys big toys об этом вы посмотрите во второй части этого видео в первой части видео мы поедем в мастерскую собственно big boys big toys я там небольшой такой фрагментик снял интересный очень автомобиль приехал в мастерскую его о нем вкратце сказал если вы захотите посмотреть полную версию этого видео весь его рассказ напишите об этом я загружу тогда его в телеграм-канал ссылка на который тоже будет в описании если захотите пожалуйста пишите я сразу загружу по поводу звука на том видео думаю стоит оправдаться я писал петлю который видимо словом провод записался в один канал потому что у меня был плохой провод в петле и наушниках и на динамиках компьютера все было слышно поэтому простите что так уж и вам приятного просмотра хорошего вечера и погнали шланг пятая серия а и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Ты не ту машину взял для кемпера, мне кажется, да? Да, конечно. И вообще, я не знаю, вот этот автомобиль, единственный в России, но я вживую их больше и не видел нигде. Очень редкая штука, очень мало их осталось. Блин, мне, каждый раз, когда я вижу, мне хочется, я не знаю, остаться и жить в ней. Как называется-то хоть? Слушай, компания Divko. Divko? Это польская, что ли? Дивки пляшут, да. Я делала такие конверсии, машины для почты, для молочников, да, там, для всяких вот ребят, которые тогда, работа их была очень актуальна. Некоторые были праворульные, почтовые, например, чтобы один человек рулил, подъезжал к бордюру и сбрасывал там свой груз. Они называются StepVM. Почему Step? Потому что вот он на уровне ступеньки, в него можно было просто зайти, то есть ступенька на уровне тротуара. Смотри, тут прям, тут прям окна вырезаешь в боковинах и все, и живи, и не хочу. Высокий потолок, кстати. Как это алюминий? Крылатый металл практически, вот. Ну, проблема в том, что мало кто знает, алюминий гниет на самом деле не хуже, чем сталь при определенных обстоятельствах. Вот, но машина очень простой конструкции, да, то есть довольно легко ремонтируется, но она в целом, я считаю, в прекрасном состоянии нам досталась. Для 42-го года, да? Для 42-го года. Эта машина совмещает вообще два, в принципе, две мечты такого уже зажравшегося хатродера, которому уже мустанги там и камары не интересны давно, которые любят вот такую вот странную, странные вещи. Cap over engine, это очень редкая кабина, в фильме Jeepers Creepers, вот многие знают наверняка, у такая же морда была. Это коммерческие грузовики полукапотной компоновки. Долго не прожила эта система, потому что она абсолютно идиотская, да, но все, что непрактично. Все красиво. Все стало, да, популярно среди людей, которые любят непрактичные вещи. Вот это вот, например, капот. Смысл в нем, ну, невелик, мягко говоря. Поэтому люди либо убирали уже в центр мотор, потом, либо делали нормальную капотную компоненту. Вуф, ну да, звук-то жутковатый. Запрыгивай, мальчишка, там конфетки есть. Поехали кататься, у меня в машине есть кока-кола. Ох, какой мрачный звук. Донора мы нашли в так называемом Chevy гараже. Митяй и его хозяин ездят по всей России на своем пикапе, пикап-эвакуаторе, и собирает эти тачки. Вытаскиваем буквально из-под земли. Ссылку на его инстаграме тоже оставлю в описании, вам, возможно, будет это интересно. И вы все откидали ссылку именно на него, потому что, действительно, кузов в очень хорошем состоянии. Мы поехали узнать, что же с ним. Это Chevy One 93-го года. У него нет документов, у него есть хороший рабочий мотор, у него, в общем-то, в целом приличное состояние. Вы смотрите, как мы это все осуществляли. Там, кстати, S5 немножко есть в кадре. Я сейчас вернусь к вам. Субтитры сделал DimaTorzok С этими колпаками. Так, ребятки, мы приехали к Митяю. Митяй большой собиратель шванов по всей России. Мы не только шваны собираем, но в том числе и шваны. Ну, собирает он все старое американское. Приехали смотреть сегодня донора. Единственное, что плохая сегодня на сегодня информация, то, что спрос большой. Заднюю дверь одну он уже успел, значит, продать. С этим это очень печально, потому что она как раз нам-таки очень нужна была. Но сейчас мы осматриваем машину. У нас здесь приехали эксперты из Big Boys, Big Toys. Их всегда очень просто определить, потому что они всегда в форменной одежде. Вот. В общем, будем сейчас смотреть, выбирать. Уже много чего, на самом деле, присмотрели, что здесь можно взять. Ну, вообще, бампер здесь передний такой целый, хороший. Здесь решетка радиатора прям, да, свеженькая такая. Ничего. Вообще, есть задумка такая, но я сейчас расскажу чуть попозже. Сейчас посмотрим и расскажу вообще, какая, в принципе, есть задумка по этому кузову, скажем так. Хорошие вот эти двери. То есть, вот здесь, в принципе, еще так себе. Вот. Но все равно все завальцовки, то есть, вот она прощупывается. Здесь нет никаких, да, кривых. Вот. А водительская вообще в очень хорошем состоянии. Что редкость для этого года, конечно, для этих машин обычная. А это какого года кузов? 93-й. 93-й. Вот. Тут вот все вообще прям девственно практически без единой капельки ржавчины. Там также порог хороший, сохранился ступеньки, что тоже частенько бывает проблемы этих машин, этих пузовов. Вообще здесь пороги нормальные там внутри, так сказать? Я смотрел эту машину, то есть, ну, конечно, пороги я не снимал, но все там хорошо. То есть, на ощупь и визуально не прощупывается никаких гнилостных залежей, чтобы это все пластами отваливалось. То есть, вполне себе там все завальцовки все оригинальные. Тут немножко уже производили какой-то небольшой ремонт на внешней шкуре. Ну, так, в общем и целом, все вполне выглядит живо. Работает приятно. Вот, да, на многих фотографиях Швана, в которых я пересмотрел сотни тысяч, вот дверь открыта вот так. Ну, правильно, надо просто было ограничители, да, снять, раздвинуть, и вот так оно, в общем-то, выглядит теперь. Так прикольней. Да, то есть, взять даже больные места, у них ступеньки просто всех гниют. Вот здесь, это может посмотреть, даже вон заводской герметик лежит, то есть, они, в принципе, целые. Полы тоже здесь очень такие, можно, в принципе, при желании раскидать деревяшки. Что, мне кажется, можно что-то пожарить, мне один нравится. Можно себе сарай собрать. Можно сарай собрать, дом поставить, будку для ежик. Ну, да, панельки такие, прям, свеженькие. Поэтому я уже жарил. И там, вон, видишь, на окнах они тоже. Ну, вот только вокруг одного, а, вокруг двух окон, да. Вокруг двух окон есть, да. И здесь есть. Ну, да, в принципе, я просто думал вот здесь сделать, типа, такое место для хранения. И здесь столик прифигачить, откидной. И тогда будет нормально. То есть, это еще кто-то пенопласт вырезал, понимаешь? То есть, или там не вырезал, или как это? Ну, то есть, вот, смотри. Тут даже, знаешь, что, мне такое впечатление, что это какой-то конверт. Потому что, видишь, у него... Вот это что? Это даже подключение какого-то... Может, это и холодильник какой-то. Походу, дело, это подстаканники с функцией охлаждения. Есть такая фишка, да, такая, типа, на фардах стояла. Да. Ти-ви, видишь, питание, видимо, еще. Тех времен. Проводка вон лежит. Сорвные кнопки. Ох ты. Вот так должно быть. Я так понимаю, это где-то на потолке было. Да, смотри. Муд, это типа настроение. Оверхед-рэр, оверхед-центр. Это управление, видимо, блоком телевизоров. Вот этого всего. GMC написано. GMC причем. Что такое GMC? Интересно. То есть, из этого всего тоже можно какие-то интерьеры... Ну да, вот, видишь, панели уже поплыли. Ой, извини. Ничего, повырезали какие-то. Интерьерные какие-то решения сюда тоже можно, получается, перекинуть. Так. Опа. А, все, я понял. И там телек. Да, да, да. Это то, на том месте, где у меня тоже какое-то подобие углубления. Кто-то, видимо, там сам делал. Типа, какой-то телек хотел. На красоте 90-е, ламповые телеки, эти здоровые. Да, да, да. Рубин так. Лицо не. Мнение моих друзей и мнение моей жены разделились ровно пополам. Кто-то говорит, что если я куплю себе этот кузов, то проект уже получается далеко не бюджетным. И, в общем-то, Олег, ты хотел типа все сделать максимально бюджетно для того, чтобы показать людям, что это реально возможно. С другой стороны, я провел некоторые подсчеты, которыми поделюсь вам с вами уже, скорее всего, в следующий раз, потому что их надо уточнить. И мне показалось, что если я куплю этот Chevy за 170 тысяч, как предлагает это сделать Митяй, то, возможно, я даже уйду в небольшой плюс, распродав некоторые запчасти. Но это, опять-таки, в следующий раз будем считать. Вы пишите свое мнение в комментариях, потому что, в моем ощущении, самое важное в долгом путешествии, это надежность автомобиля. То есть, понятное дело, что тачка старая, но из нее можно сделать надежный автомобиль, перетрясти узлы, посмотреть, чтобы кузов был в нормальном состоянии. Мне бы далеко не хотелось, чтобы у меня где-нибудь в дальней дороге вывалился задний мост. А лонжероны моего швана находятся в печальнейшем состоянии, как вы уже видели. И ремонт их может обойтись значительно дороже, чем покупка этого Chevy ванна со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ведь мы покупаем целую машину, как видели, там также есть много прикольных интерьерных деталей, которые действительно можно использовать для того, чтобы осовременить интерьер, но использовать там родные элементы. Это же очень круто, как мне кажется. Так что, жду вас в комментариях, пишите, что думаете по этому поводу. В следующую среду мы с вами увидимся. Ну а пока, если хотите следить за историями моими и моей жизнью, подписывайтесь на инстаграм, подписывайтесь на канал. Спасибо вам, что смотрели этот выпуск и до новых встреч.